Наш видеоурок о заботе о коже подростков дома, особенно тех подростков, у которых есть проблемы с кожей. Нужно начинать ухаживать за кожей подростку тогда, когда у него появляются первые проблемы. Черные точки на крыльях носа или уже воспалительный элемент. И не следует это делать, пока кожа детская, пока сальные железы еще не проснулись. Тогда, когда проблема появилась, то ребенок перестал быть ребенком. Он становится взрослым, подростком, взрослым. И ему годится вся эта косметика, которая рекомендована для кожи сатны. Готовим салфетки, полотенце. Умываться будем чем-то одним из трех разных средств. Это может быть молочко, может быть гель, может быть пенка. Тоник, крем. Чистыми руками снимаем с лица всю накопившуюся за день грязь. Набираем, прислоняем. Несколько раз тщательно прорабатываем самые жирные места возле носа, большим количеством воды. Не стряхиваем даже воду. Вот так вот. И прорабатываем лоб, подбородок. Прорабатываем круговыми движениями возле носа, крылья носа. После этого промакиваем слегка, чтобы лицо было полумокрое. Наносим средство, которое больше нравится. Обычно людям с жирной кожей, у которых и есть воспалительные элементы, больше нравится пенка или гель. Но, может быть, что после пенки или геля возникает ощущение сухости. Тогда пользуемся молочком. Но я бы рекомендовала все-таки молодым людям пенку или гель. На влажные руки, на влажное лицо наносим некоторое количество пенки двумя руками. С обязательным прорабатыванием тех же мест, которые себя скомпрометировали. Очень часто это виски, подбородок обязательно. У некоторых это угол нижней челюсти. Тереть нужно около минуты, пока не будет ощущения чистоты под руками. После этого снимаем средство тщательно. Чем чище полотенце, тем лучше. Уже насухо. Промакиваем лицо. Следующим этапом тоник. Наливаем его на руки. Я рекомендую не на спонжик, а на руки. Некоторое количество, миллилитр или больше. С олба начиная. Разносим его по лицу. Только избегая мест под глазами. Салициловая кислота чаще всего используется. Это самое эффективное средство от акне. Но оно очень опасно в длительном использовании. Старение наступает значительно быстрее на такой коже. Нельзя использовать салициловую кислоту в двух средствах. Например, в умывании и в лосьоне. Лучше всего при акне использовать азолаиновую кислоту. Они меньше знают, но она более эффективна. И ее можно использовать пожизненно. Миндальную кислоту. Например, может быть умывание с азолаиновой кислотой, а крем с миндальной кислотой. Всегда при лечении акне нужно бояться пересушивания. Это раннее старение. И особенно для женской кожи. И в конце наносим крем или гель. Достаточно одного миллилитра. Набрали палочкой. На две руки. Все, что мы сейчас рассказали, не относится к коже вокруг глаз. Если мы будем пенкой или гелем ее каждый день умывать, то она иссохнет значительно быстрее, чем вся остальная кожа. Потому что в ней нет сальных желез. Височки не забываем. Часто страдают. И лобик. Больше всего возле бровей, чуть выше. Самое проблемное место. И опять же возле волос. Очень часто под волосами. В зависимости от прически. Если здесь вот висят волосики, то очень часто угол нижней челюсти. Многие допускают ошибки в деле по уходу за кожей своего ребенка. Самая частая ошибка – это не обращают внимания. Считается, что само пройдет. Пройти может через 10-20 и больше лет. Во-вторых, оно оставляет на всю жизнь рубцы последствия. И третье – это ребенок себя очень неуверенно чувствует с плохой кожей. Девочки начинают замазывать тональными средствами. Мальчики стыдятся некоторые даже выходить в светлое время на улицу. Прическами закрывают. Лицо опускают. Считают, что они никому не нравятся. Возникают психологические проблемы. Этого всего не нужно. Состояние довольно легко и эффективно лечится. Высыпания на коже могут быть разные. Это воспалительные элементы, которые с красной каймой и в середине гнойные белые они потом появляются. Вот с ними нужно быть очень осторожным. Любой гнойный элемент трое суток зреет. С момента появления до созревания, тогда когда у гнойника образуется капсула, тогда когда мы можем его экстрагировать, должно пройти трое суток. Если это гнойник в стадии созревания, его нельзя трогать, потому что он может вскрыться полностью внутрь кожи и гнойный процесс разносится. Один из очень частых элементов это черные точки, комедоны открытые. Нет ничего ужасного в том, что человек их сам удалит. Достаточно купить хлоргексидин в аптеке, смазать, умыться, так как мы умывались любым средством, тоником. После этого удалить и смазать хлоргексидином. Ничего страшного нет, воспаление возникнет. Очень маловероятно, что оно возникнет, а косметический эффект улучшится, если мы говорим о самопомощи дома. Третий – это закрытые комедоны. Это возвышения на коже, которые не вскроются, если им не помочь. Они невоспалительные, вокруг них нет красноты, ободка, болезненности. Но секрециальные железы находятся под кожей и создают бугорок. Вот эти вот элементы удаляют все. Если с черными точками косметолог может бороться при помощи пилингов, химическими средствами, то здесь только механическими. Или вы самостоятельно, или косметолог вам в салоне все равно их удалит. И все равно смажет хлоргексидином. Гнойные прыщи на лице, выше линии рта мы не трогаем. Это должен каждый запомнить. Потому что общий отток у этого участка кожи с оболочками головного мозга. Внутренняя еремная вена, общий отток. Поэтому иногда, очень редко, но инфекция может распространиться. Поэтому мы этого не делаем. Это опасно. Нужно понимать, что у абсолютно здоровых людей не начинается акне. Все равно это симптом некоторых групп заболеваний. На первом месте это женские нарушения гормональные. Диета. Сладкая меньше, жирная, жареная больше влияет на состояние кожи. Значение сладости переоценено. Возникновение заболевания отмена его не вызывает улучшения. Если очень тяжелая степень акне, конечно, выбрасывается сковородка, вплоть до сыроедения, очень жесткой диеты. Идем параллельно. Кожа по-своему, желудочно-кишечный тракт по-своему. Но заболевание в подавляющем большинстве, в 99,9% излечимо. Поэтому для уверенности в себе и для успешной жизни занимаемся своим лицом. Продолжение следует... Продолжение следует...